Насколько бережно вы относитесь к своим почкам? Возможно, в эту минуту вы вредите им. Почки – один из самых благородных и трудолюбивых органов в нашем теле. Они терпят до последнего и дают о себе знать только тогда, когда им нанесен серьезный ущерб. Почки работают без отдыха, удаляют вредные вещества и лишнюю жидкость из организма, поддерживают водный баланс, контролируют содержание соли и минералов внутри клеток. Если бы не почки, человек бы умер за считанные дни. Проблема в том, что у большинства из нас есть вредные привычки, которые разрушают почки, и зачастую мы даже не подозреваем об этом. Мы расскажем о шести самых распространенных привычках, которые, скорее всего, есть и у вас. Избегая их, вы сможете позаботиться об этой важной части своего здоровья. Задумайтесь. Если у человека откажут почки, ему потребуется пересадка. И это пока что единственный способ. Больше никакого реального решения проблемы не существует. Единственный способ избежать проблем – это профилактика. Вы должны знать, какие факторы на самом деле вредят вашему драгоценному органу. Постарайтесь, чтобы эти привычки остались в прошлом. Вы, как никто другой, несете ответственность за свой организм. Рассмотрим список самых распространенных угроз провокаторов почечных заболеваний. Красное мясо. Чрезмерное и ежедневное потребление красного мяса в долгосрочной перспективе приводит к заболеваниям. Мы говорим о свинине, говядине, баранине. Исследовательский университет Дьюка в США опубликовал данные, которые доказывают, что употребление большого количества красного мяса увеличивает риск развития почечной недостаточности. Ежедневную порцию красного мяса можно заменить другими, равноценными видами белка. Они содержатся, например, в рыбе, птице. Такая альтернатива снизит риск повреждения почек в будущем. Исследования подтверждают, у людей, которые едят слишком много красного мяса, риск почечных заболеваний повышается на 40%. Удивительно, но факт. При заболевании почек врачи рекомендуют ограничивать потребление любого вида белка. Чрезмерное количество белковых продуктов дает большую нагрузку на ваши почки. Друзья, хотел напомнить, что только трое из десяти зрителей, которые смотрят этот ролик, подписаны на наш канал. Отдельная благодарность тем, кто подписался. А те, кто до сих пор еще не подписан, то стоит подписаться, если, конечно, вам не безразлично ваше здоровье. Соль. Будьте осторожны в отношении соли, особенно если вы едите ее в слишком больших количествах. Соль имеет невероятную способность удерживать воду в организме. Эта особенность снижает эффективность почек в плане фильтрации вашей крови. Образно говоря, соль и вода склеиваются, их перемещение в организме замедляется. Чем больше соли вы потребляете, тем больше жидкости задерживается в теле. Это чревато повышением кровяного давления и другим проблемами в будущем. Выход – бессолевая диета. Она нормализует баланс натрия в организме, снизит количество жидкости в теле и уменьшит нагрузку на органы. Мы говорим не только о вкусовом усилителе в виде кухонной или морской соли. Избегайте соленых продуктов или переработанного мяса в виде копченостей, колбасы, сосисок, ветчины. Держитесь подальше от закусок и блюд типа картофеля фри или картофельных чипсов. Они опасны не только для почек, но и для здоровья в целом. Это очень важно. Обезболивающее. Будьте осторожны с чрезмерным употреблением болеутоляющих средств. Даже самые безобидные, судя по описанию лекарства, могут нанести непоправимый вред. Сотни миллионов жителей планеты ежедневно принимают обезболивающее. Например, такие как аспирин, ибупрофен, напроксен и многие другие. Это лекарства, которые продаются без рецепта. Мы говорим о нестероидных противовоспалительных препаратах, которые облегчают боль, но одновременно они наносят вред вашим почкам, – особенно, если вы уже предрасположены к заболеванию этого органа. Большинство людей даже об этом не задумываются, они уверены, что лекарство оказывает целенаправленное воздействие. Например, аспирин избавляет от головной боли и никоим образом не касается почек. Тем более в противопоказаниях упоминаются только пациенты с острой почечной недостаточностью. Но ваши почки и печень отвечают за выведение из организма всех опасных веществ, и медикаменты входят в этот список. Без острой необходимости держитесь от них подальше. Но что делать, если боль терпеть невозможно? Болевые ощущения – это следствие патологических процессов в теле, то есть симптом. Не ограничивайтесь борьбой с болью, это не выход. С помощью врачей ищите и лечите ее причину. Дефицит воды в организме Подумайте, пьете ли вы ежедневно достаточное количество воды. Это один из самых важных факторов для поддержания здоровой работы почек. Это логично, ведь их главная задача – отфильтровывать жидкость в организме. И если вы пьете недостаточно воды, это чревато проблемами в будущем. Хорошее увлажнение изнутри помогает почкам лучше очищать организм, эффективно выводить натрий и токсины. Если воды недостаточно, почки не могут полноценно функционировать и выполнять свою работу в полном объеме. Пить много воды – это один из способов избежать формирования камней в почках. Очень важная деталь – чрезмерное потребление воды нежелательно, если у вас уже есть почечное заболевание. В этом случае врачи рекомендуют ограничивать количество жидкости. Но это одно из немногих исключений, которые следует рассматривать с лечащим врачом. Темные газированные напитки Вы любите цветные напитки типа колы? Это большая ошибка, которая может привести к диабету. Газировка с высоким содержанием сахара вредна, а темные напитки – это яд для ваших почек, печени и здоровья в целом. Кроме чрезмерной дозы сахара, они содержат опасные ингредиенты, которые противопоказаны вашему организму. В колах есть добавки в виде значительного количества фосфора. Это ингредиент, которого следует избегать категорически, особенно если у вас уже наблюдаются заболевания почек. Многие производители пищевой промышленности используют фосфор. Им обрабатываются продукты питания и увеличивается их срок хранения. Он используется и для улучшения вкуса, и помогает предотвратить обесцвечивание напитка. Проблема в том, что человеческий организм впитывает этот искусственный фосфор очень быстро, как губка, гораздо быстрее, чем фосфор животного или растительного происхождения. 200 мл колы содержит от 50 до 100 мг искусственного фосфора. Это катастрофически много, поэтому рекомендуют избегать подобных напитков. Отсутствие физической активности. Малоподвижный образ жизни пагубно влияет на состояние почек. Учеными доказано, что если вы долго неподвижно сидите на одном месте и игнорируете физические упражнения, риск повреждения почек или развития их заболеваний увеличивается. Исследователи не поясняют, как патология взаимосвязана с малоподвижным образом жизни, но общеизвестный факт – то, что физические нагрузки нормализуют артериальное давление, улучшается метаболизм глюкозы и, очевидно, создаются условия, оптимальные для сохранения и улучшения здоровья почек. Выводы. Вам действительно нужно больше двигаться и систематически выполнять упражнения. Они полезны не только для почек, они жизненно необходимы для мозга, пищеварительной системы и мышц тела. Мы предлагаем уже сегодня изменить образ жизни, избавиться от вредных привычек и предотвратить серьезные заболевания в будущем. Надеюсь, в этом видео вы услышали что-то полезное и интересное для себя. Если да, то ставьте лайк и делитесь выпуском с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!